Дорогие, я приветствую вас в это воскресное, потрясающее, замечательное утро, когда Бог нам дал свою благодать, чтобы мы собрались вместе здесь, в городе Новосибирске, в ДК «Прогресс», в ДК «Радуга» на левом берегу. Я приветствую всех вас, драгоценные братья и сестры, а также каждого, кто присоединился сегодня через прямую трансляцию к нам. Добро пожаловать на богослужение в Церковь Завета города Новосибирска. Добро пожаловать, дорогие, в присутствие Божье. Добро пожаловать в Слово Божье. Потому что мы собрались здесь, чтобы поклониться нашему Богу и чтобы окунуться в Его могущественное Слово. Ни одно из которых не выходит из уст Божьих напрасно. Абсолютно все, что здесь написано, стопроцентная истина. Мы верим так, и мы видим, как эта истина совершается в нашей жизни. Поэтому сегодня мы окунемся в Божье Слово. И я какой-то особенный трепет испытываю, потому что хочу говорить о теме, которая для меня как-то необычно стала открываться и которую я стал больше видеть. Я предлагаю вам открыть Слово Божье. Первое послание Иоанна, 4 глава, и с 1 по 3 стих мы вместе с вами прочитаем. 1 Иоанна 4, с 1 по 3 стих. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что Он придет и теперь есть уже в мире. Мне хочется помолиться вместе с вами и провозгласить Божью власть, чтобы Бог помог нам. И чтобы никто нам не помешал принять Его истину. Склоним головы. Отец Небесный, мы поклоняемся Тебе на этом месте. На всяком месте, Господь, где мы сейчас слышим Слово Твое, мы поклоняемся Тебе. И мы благодарим Тебя за Твою истину, которая освещает нашу жизнь. И мы просим Тебя, освяти, потому что мы доверяемся это утро в Твои руки. Отец, Сын и Дух Святой, пожалуйста, говори в нашу жизнь. Пожалуйста, помоги нам видеть все правильно. И благослови нас, Господь, когда мы слушаем Тебя. Мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа и провозглашаем на этом месте власть живого Бога. Аминь. Мне кажется, что эти слова апостола Иоанна особенно актуальны для нас сегодня. Почему? По-моему, сложно найти сегодня человека, который бы просто не верил в Бога. Который бы отрицал просто его существование. Мне кажется, надо поискать сегодня такого человека, потому что не верить в существование Бога, на мой взгляд, можно только в том случае, если вы еще по-настоящему не задумывались о Его существовании. Если вы по-настоящему не задумывались еще в своей жизни, откуда вы взялись, откуда вообще человек взялся, как все устроено в природе, в жизни, вообще во Вселенной, в нашем мире. Если вы не задумывались, чем все закончится однажды и вообще будет ли однажды какой-то конец. А когда вы умрете, будет ли дальше что-то или все на этом. Если вы не задумывались, то это может быть причиной, по которой вы можете сказать, Бога просто нет, потому что Его нет. И все, я не хочу думать об этом. Но если у вас достаточно смелости, чтобы начать подумать об этом, чтобы постараться ответить на эти вопросы, «Я убежден, я уверяю вас, что вы увидите, что Бог есть». Вы поймете, что Бог есть, и Слово Божье так и говорит, что если человек ищет Его, Бог ему воздает, Бог открывается. Поэтому сегодня возникает больше других вопросов. Люди соглашаются с тем, что Бог есть, но вот вопрос, о котором все больше споров, какой Он, Бог? Кто Он такой, Бог? И вот здесь, конечно, дискуссий достаточно много. А как познать Его? Если Он есть, как Его познать? Как мы можем знать, какой Он вообще? Когда Иисус Христос ходил по этой земле, люди могли видеть Бога таким, какой Он есть. Потому что Иисус сказал, что видящий Меня видел Отца Моего Небесного. Потому что Я и Отец одно. Люди могли видеть Бога, пришедшего воплоти на эту землю. И вы почитайте Библию. Там написано, что люди толпами просто шли за Ним, за настоящим Богом. Когда они видели Его таким, какой Он есть. Они восхищались им. Петр говорил, что Я вообще готов просто идти до конца за Тобою, невзирая ни на что. Я и жизнью своей не дорожу. И написано, что так говорили все ученики. Подобное говорили. Мы готовы за Тобой до конца. Почему? Они видели. Это жизнь. Это источник жизни. Бог, Он такой потрясающий. Он не против нас, оказывается, как учили нас фарисеи и книжники. Оказывается, Бог за нас. Он хочет исцелить. Он хочет благословить. Он хочет убрать всякую расприю из нашей жизни. Он хочет принести мир, который превыше всякого разума. Оказывается, Бог любит нас. Эта истина была очевидной, когда Иисус Христос ходил по этой земле. А затем Он добровольно взял наши грехи на Себя. Он позволил, чтобы Его распили грешные люди. Его положили в могилу. А на третий день Он, Святой Бог, не согрешивший ни разу, над Которым смерть не имела власти, Он воскрес из мертвых на третий день. И все это видели, и все об этом свидетельствовали. И на пятидесятый день, в день Пятидесятницы, в день Пятидесятницы пришло то обещание, которое Иисус Христос давал, когда еще ходил по этой земле. И Он говорил, что Я не оставлю вас сиротами. Я уйду к Отцу, но вы не останетесь здесь в одиночестве. Почему? Я пошлю вам Духа Святого. Дух Святой, Он напомнит вам все, что Я говорил, если вы забудете, если с памятью у вас не важно, ничего страшного. Дух Святой, Он будет с вами всегда, Он напомнит вам то, что Я говорил. Он научит вас, Он наставит вас, Он откроет вам истину. Дух Святой будет показывать вам Отца так же, как Я вам показываю, пока здесь на земле. И вот Иисус ушел, и в день Пятидесятницы Дух Святой сошел на всех учеников. Они ощущали, что Иисус, который, казалось бы, ушел на небо, Он оказывается здесь. Но теперь Он не просто рядом со мной. Я теперь не просто могу физически Его видеть. Я как будто чувствую Его. Я ощущаю то, что Он ощущал. Оказывается, вот о чем Он говорил. Он говорил, прозрение пришло, понимание пришло. Петр, который отрекся трижды от Иисуса перед служанками, перед рабами, он вдруг выходит и начинает проповедовать этим же иудеям, которые распили недавно Христа. И он говорит, вы распили Господина жизни, начальника жизни. Вам надо покаяться, креститься и получите Духа Святого так же, как и мы. И Он смелый, Он другой. Он как Иисус. Почему? Потому что сущность Бога, потому что личность Духа Святого вошла прямо в этих учеников. С тех пор, друзья, и поныне, Бог открывается человеку через своего Святого Духа. Сегодня это та личность Бога, которая помогает нам знать Бога, понимать Его и быть послушным Ему. Итак, теперь Бог открывается нам через Свой Святой Дух. Аминь? Но мы Его не видим. И давайте теперь еще раз прочитаем то, что говорит нам апостол Иоанн. 1 Иоанна 4.1. Возлюбленные, не всякому Духу верьте. Да, только через Дух Святой вы можете познавать Бога, но, внимание, не всякому Духу верьте. Но испытывайте Духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Оказывается, есть настоящий Бог, есть настоящий Святой Дух, который открывает Бога. А есть подделки, а есть, оказывается, масса лживых духов, цель которых украсть, убить и погубить. Если цель Духа Святого, настоящего Святого Духа, точно такая же, как у Иисуса Христа, который пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. У Духа Святого точно такая же цель. Он хочет дать жизнь, он хочет дать жизнь с избытком, чтобы у тебя было больше, чем тебе надо самому. Чтобы ты другим мог давать эту жизнь. У духов лжи совершенно другая цель. У них цель та, которая у их хозяина. Украсть, убить и погубить. Они ненавидят творение Божье. Они ненавидят каждого из нас. Их цель отбить человека от церкви. Их цель обокрасть то, что Бог приготовил для каждого человека, когда еще только задумал его в своих планах. И у них цель разрушить семьи. У них цель обокрасть, разрушить церковь. Их цель, они живут этим. В этом проявление их сущности. Дорогие, поэтому апостол Иоанн, он говорит, испытывайте духов. Не всякому духу верьте. Испытывайте духов, от Бога ли они. Ну, легко сказать, да? Семен, ты если что, испытывай духов. В общем, если что, сначала испытай духов, а потом это понимай, куда тебе двигаться. Хорошо? Не так все просто. То есть, если бы я сказал, Семен, испытай, пожалуйста, эту колонку. Нормально она работает? Рабочая она вообще или не рабочая? Он бы сообразил, что надо делать. Если бы даже не смог, посоветовался бы с кем-то. Но когда речь идет о том, что испытать надо духов, так мы их не видим. Как их испытать? Где они? Дайте мне, кого испытать-то? И здесь возникают, конечно, вопросы, каким образом испытать этого духа. Но я вам скажу, друзья, если бы из церкви убрать всех лживых духов, знаете, что было бы? Вы бы увидели церковь сияющую. Вы бы увидели церковь, наполненную верой. Вы бы увидели церковь, которая в точности живет по Слову Божьему. Вы бы увидели массу чудес. Вы бы увидели массу знамений. Вы бы увидели, как воля Божья в могущественно исполняется через самого маленького христианина, который только пришел в церковь и поверил Иисусу Христу. Но сегодня есть много того, что старается своровать у нас наше призвание, наше предназначение, наше благословение, о котором говорит Писание. Поэтому эта тема, на мой взгляд, очень актуальна для нас сегодня. Я вам покажу, почему. Давайте посмотрим книгу Откровения и сделаем небольшой обзор послания к семи церквям. Вы знаете, однажды Иисус Христос, уже воскресший из мертвых, Он пришел к одному из своих учеников, к Иоанну, и Он начал открывать ему настоящее и будущее, и показывать серьезные вещи, то, что ожидает церковь. И вот Он, Иисус Христос, воскресший из мертвых, смотрящий на все церкви, видящий абсолютно все, Он говорит Иоанну, передай вот это послание каждой церкви. И что мы видим? Есть послание каждой из семи церквей. Это несколько строчек в Библии. Это так немножко, там буквально несколько фраз, несколько предложений. И когда это так, то мы понимаем, наверное, Бог хотел сказать что-то самое важное. Ведь Он обращается к церквям, которые были тогда в этом мире. Ведь Он хочет предупредить их о чем-то и наставить. Господи, может быть, нас надо научить, как нам надо проповедовать? Господи, может быть, нас надо научить, как исцелять больных? Господи, покажи, пожалуйста, давай, самые важные вещи скажи. И вот что я читаю. Друзья, и когда я это увидел, я был сильно удивлен. Господи, Ты использовал эти несколько фраз для того, чтобы предупредить, что практически в каждой из этих семи церквей присутствовали какие-то лживые духи. Оказывается, каждая из этих семи церквей была атакована каким-то лжеучением, какими-то лжеапостолами. Давайте посмотрим, чтобы не быть голословными. Итак, послание, книга Откровения, 2 глава, 2 стих. Ангелу Ефесской церкви Иисус говорит, и Он говорит, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, извиняюсь, не то, да, развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Шестой стих этой же церкви. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Николаиты, это была секта в то время, которая очень искусно приносила лжеучение в церковь. И дьявол, используя эту секту, старался разрушить первоапостольскую церковь. Иисус предупреждает об этом. Затем обращение к Семиринской церкви. Девятый стих этой же 2 главы. «Знаю дела твои, и скорбь, и нищету, и то, то, и знаю злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». Эти иудеи, они были призваны нести учение Божье. Но Иисус Христос, видя, как церковь старается противостоять этим лжеучениям, которые приносили и эти иудеи, и злословие это, Он говорит, я это вижу, все нормально, вы молодцы, вы в этом стоите твердо, вы это можете распознавать, молодцы. Дальше смотрим послание Пергамской церкви, 2 глава, 14 стих. Иисус говорит, имею против тебя, немного имею против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели и доложертвенное, и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Там Он говорил, дела Николаитов, здесь опять те же самые Николаиты. Теперь Он говорит, есть учение, за которое держатся. Вы знаете, если посмотрите оригинал этого слова, вы увидите, что держаться, это значит прилагать усилия. Они держались за это учение, оно им так нравилось, оно им позволяло грешить и оправдывать эти грехи, считая, что у них все нормально с Богом. Иисус говорит, я ненавижу это учение. Я ненавижу всякое учение, которое позволяет греху оставаться грехом, и при этом вы думаете, что я с вами, и я такой же, и мы вместе идем путь. Это неправильно, это ложь, это лжеучение. Смотрим дальше. В Феатирской церкви Иисус обращается, 20 стих 2 главы. «Но имею немного против тебя». И опять, что он имеет против? «Ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное». Опять все духовно. Это не люди, которые атакуют церковь извне, говоря, «Бога нет, забудь, что ты ерундой занимаешься». Нет, это люди, которые находятся в церкви, это люди, которые претендуют на знание Бога. Они говорят, Бог нам чудеса всякие, показывает и исцеление через нас делает. Мы знаем Бога. Но послушай, и они предлагают какие-то мысли, которые противоречат учению церкви. Они предлагают что-то свое. Иисус предостерегает это. Там была пророчица какая-то, которая выдавала себя за духовного человека. Дальше смотрим. Следующая, третья глава. Теперь Сардийская церковь, в которой обращается Иисус, и Он говорит, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». И вы не увидите здесь предупреждения о лжеучении, потому что, по всей видимости, в этом собрании оно достигло своей цели. И осталось имя. Они все еще считают, что они духовные. Они все еще считают, что они знают Бога. А Иисус, воскресший из мертвых, дает им страшное определение. Он говорит, «Вы, ты мертв! Ты думаешь, что ты жив, ты носишь имя какое-то, тебя как-то называют, как-то величают, а ты мертв! Ты ничего из себя не представляешь! Ты во что-то поверил, на что-то купился, чему-то поддался и оказался обманутый, обворованный». Давайте посмотрим дальше. Девятый стих, третьей главы. Следующий, в Филадельфийской церкви, Иисус обращается, «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища», опять какое-то сатанинское сборище, «из тех, которые называют, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Здесь Иисус говорит хорошую оценку церкви. И в каком контексте? Опять, в том, что ты научился распознавать, разделять истину от лжи, понимать настоящее учение церкви, настоящее учение Иисуса Христа и отделять его от всяких примесей, от лжеучений. О чем я говорю, дорогие? Я говорю о том, что если убрать все лжеучения, если убрать учения, которые показывают нам веру неправильно, мы воскреснем, придет в церковь жизнь, Слово Божье, мы увидим таким, какое оно есть. Нам надо осветиться, нам надо принять истину, надо отвергнуть всякую ложь, и мы дальше будем говорить об этом. Но я обостряюсь. Главную цель, которую я хочу вам сегодня показать, чтобы мы видели. И последнее, получается, обращение к последней церкви. Хорошо нам известна Ладикийская церковь. И вот, что ей Иисус говорит. 17 стих 3 главы. Книги Откровения. Ибо ты говоришь, я богат, я разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. И в этой церкви вы тоже не увидите, что Иисус говорит о лжеучении. Почему? Опять же, потому что, по всей видимости, здесь уже оно совершило свою работу. Здесь уже Иисус показывает состояние, в котором в результате оказалась церковь. И так, что я вижу, из семи церквей по отношению к пяти Иисус предупреждает либо ободряет, что они все правильно понимают в отношении лжеучителей, лжеучений. В остальных двух церквях Иисус не говорит о лжеучениях, но Он дает страшную характеристику. Одной говорит, ты носишь имя, как будто жив, а ты мертв, а другой говорит, ты ни холоден, ни горяч, я вообще изблюю тебя. В оригинале написано из уст моих. Меня тошнит от такой веры. Мне кажется, друзья, когда мы смотрим на эту реальность, которую показывает воскресший из мертвых, видящий очи которого, как горящее пламя просто, Он в силе, в могуществе, и Он показывает главные вещи первоапостольской церкви, когда мы это видим. У меня вопрос. Вы думаете, мы сегодня, живущие спустя две тысячи лет, избежим этих атак? Вы думаете, сегодня, что бы сказал интересно Иисус Христос, глядя на нашу современную церковь? Я не знаю, какую бы характеристику Он дал и на что бы Он обратил внимание, но я верю, что сегодня Дух Божий показывает, что нам надо от чего-то очиститься, нам надо чему-то противостоять, нам надо захотеть знать Бога таким, какой Он есть, и принять Его Дух Святой таким, какой Он есть. Аллилуйя. Все это обращение к семи церквям. Теперь интересно, я вернусь к Семену, который с колонками бы справился, но вот как распознавать духов? Как распознавать то, о чем говорит апостол Иоанн? Я хочу вам привести пример. Вот есть человек, и он настолько просто отзывчивый, вы ему говорите, давай помолимся, потрясающе, утром рано помолимся, рано, на все готов. То есть, и мы начинаем читать Слово, мы просто в одном духе. Я только начинаю говорить, он продолжает, и мы так понимаем друг друга, мы говорим о том, чтобы как бы исполнить волю Божью, молимся, мечтаем, и человек во всем согласен. Так легко. Я прошу, ты можешь отложить, ты можешь отпроситься с работы? Там такое дело, давай поможем вот этой семье. Супер. И так легко. Мы просто в одном духе. Вы знаете, что написано, соединяющийся с Господом? Продолжите. Да ты молодец. Вообще все знают, понимаете, я начинаю, этот человек продолжает, просто потрясающе. Но когда приходит этот дух, вы его не видите. Когда приходит лживый дух, вы не можете его увидеть. Вам кажется, как он действует, вам кажется, что вы вдруг что-то начали понимать. то, чего раньше не понимали. Вы же не видите, это дух. Он действует в мыслях, он действует через чувства, он действует через желания. Вдруг вам что-то захотелось, вам так сильно хочется, и вы прям думаете, это так правильно, потому что мне так хочется этого. Вы начинаете думать об этом. А Писание не совсем так показывает. Но, знаете, что я заметил? Дух лживый не может просто упасть на человека. Просто вот так вот, как сейчас мы увидели, раз и упал, как бы вот ниоткуда. Так не бывает. Каждый человек, который знает Бога, он имеет дух святой, который защищает его от лживых духов. Хотя есть, значит, такая мысль, сейчас я вам покажу, послание к Ефесянам, вторая глава, первый стих, покажите нам, пожалуйста. Послание к Ефесянам, вторая глава, с первого и дальше по третий стих. «И вас, мертвых по преступлениям», говорит апостол Павел, «и грехам вашим», мы можем дальше, с первого по третий стих, «в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Мы когда-то все были, если в этом мире. Если мы говорим по отношению к миру, то там каждый человек обманут. Это Писание, а это Библия говорит о том, что каждый человек, он обманутый в этом мире. Каждым человеком с той или с другой стороны управляет какой-то нечистый дух. И вы думаете, как это происходит? Вдруг какие-то желания появились, и вы думаете, ну да, я это хочу, начинаете объяснять. Но это не про вас, я имею в виду, если человек из мира. Потом начинаешь делать, потом вляпываешься куда-то, думаешь, как я, как я, ну, вляпался в это. Человек, который пил, 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 уже напился, все пропил, уже страдает семья, все страдает, он решает, что он больше не будет пить. Но вот определенная ситуация, он так крепился, он так думал, что пить больше не будет. И вдруг, говорит, я не знаю, как это произошло. Потом, когда мы разговариваем, говорит, просто пришла мысль, я пошел и сделал. Я не мог этому противостоять. Что это? Это то, о чем говорит нам послание, Ефесянам, первая глава до третьего стиха. И мы видим, что оказывается, есть дух, господствующий в воздухе, вы его не видите. Люди, если вы сегодня впервые слушаете то, что говорится в церкви, сегодня вы, если вы в качестве гостей, если вы не знаете еще по-настоящему Бога, знайте, есть кругом этот духовный мир, и он старается влиять, чтобы обокрасть вашу жизнь, украсть, убить и погубить. Но, когда человек открывает свое сердце для Иисуса Христа, написано, Иисус Христос, Он пришел, чтобы разрушить власть дьявола на этой земле. Перед Иисусом Христом преклонится всякое колено, написано, и земных, и преисподних. То есть, каждый человек, каждый дух, никто не может противостоять Иисусу Христу. Поэтому, когда мы приходим к Иисусу Христу, Он освобождает от власти этих духов, Он освобождает от этой лжи, от этого обмана. Я думаю, каждый из вас знаком, когда вы пришли к Господу, у вас глаза открылись, вы поняли, Бог есть. Это значит, нет ничего невозможного, как в Библии написано, нет ничего невозможного для верующего. Аминь. Мы это знаем. Но, вот что я вижу. Общаясь с некоторыми людьми, к сожалению, это достаточно нередко происходит. Общаясь с человеком, который, я вижу, заблуждается, он чем-то обманутый, ему что-то хочется, то, что противоречит Библии. И тогда я начинаю говорить. И вдруг, в какой-то момент, я вижу, человек прозревает. Он просто видит, по глазам же, это видно, когда человек дошло. Это правда. По глазам видно. По всему видно. И здесь, у каждого человека есть выбор. Либо он будет смиряться под Слово Божье. Либо вы будете смиряться под истину, которую говорит Бог, даже если это вам не выгодно, даже если это вам не хочется, даже если это вам совсем не хочется. Либо вы будете смиряться, либо то, что я, к сожалению, вижу, Когда человек понимает, что это правильно, то, что я говорю. Это соответствует Библии, это Бог сейчас говорит. Но не хочется принимать. Хочется по-своему. Хочется что-то по-своему. И тогда человеку говоришь очевидные вещи. То, в чем раньше соглашался с полуслова. Он противится, даже еще не выслушав до конца. И ты не знаешь тогда, что делать. Почему? Потому что это основание для духов лжи. Когда человек видит истину, но начинает придумывать что-то, чтобы обойти ее. Чтобы оправдать свои нехорошие желания. Он это внутри где-то происходит, это борьба. Либо ты будешь смиряться, либо ты будешь оправдывать эти нечистые желания. И если ты пойдешь на поводу этого оправдания, происходит это невидимое. Но страшное. Приходят духи лжи. Приходят духи обольщения. Что происходит? У человека как будто глаза открываются. Он все понимает. Он понимает все, оказывается. А вы не понимаете ничего? Так вам еще просто это не открылось видать. Ооо. Тут же находятся какие-то люди, которые мыслят подобным образом. И человек утверждается, говорит. Ооо. И дьявол говорит. Да ты особенный, потому что тебе что-то открылось. То, чего другие просто не понимают. Они законники. Они все еще живут в Ветхом Завете. Они все еще стараются исполнять Слово Божье. А мы в благодати живем. А у нас все хорошо. А мы теперь свободны. И цель этих духов отделить сразу человека от церкви. И как только у него это получается, очень сложно потом человеку увидеть правильно. Очень сложно потом человеку увидеть истину. Потому что церковь, врата ада не одолеют. Иисус сказал, я построю церковь, врата ада ее не одолеют. Поэтому дьявол старается отбить человека от церкви, принося какой-то конфликт. Принося какое-то разделение. Желая как-то обмануть. Поэтому апостол Павел говорит. Вы видите это. И лучше вам быть, лучше вам потерпеть. Лучше вам быть обиженными, чем дальше противостоять. Вот развивать эту ссору. Вы сильные, написано. Сносите немощи слабых. И так далее. То есть, если дьяволу удается отбить человека от церкви, очень сложно потом человеку прозреть. Очень сложно потом человеку увидеть правильно. И некоторые, знаете, духи, они достаточно примитивно действуют. Они действуют в жизни тех, которые либо не знают Писания, либо мало знают Писания. Допустим, пару недель назад мы встречались, разговаривали с женщиной и мужчиной. Они приехали из деревни. Они, значит, приехали с такой подачей, что мы знаем Бога. И они начинают рассказывать, как они знают Бога. И когда они начинают рассказывать, они живут вместе, оказывается, но они не муж и жена. И когда они начинают рассказывать, они рассказывают о своих чувствах, о своих переживаниях. Они говорят, что Бог им сказал ни к какой церкви не приставать. И поэтому, говорит, мы несколько лет не в церкви, но зато теперь мы можем оценить любую церковь. И мы можем сказать, что в какой церкви неправильно. Когда вы знаете Библию, вы понимаете, ну, этот детский сад, это просто настолько ложь откровенная, что очень легко это отвергнуть, вы это понимаете. Просто они Библию не знают. Они не знают, что Бог строит церковь. Они не знают, что Бог не занимается созиданием одиночек, каких-то личностей, которые будут оценивать другие церкви. Нет, если ты не являешься церковью, если ты не являешься частью церкви, если ты не являешься частью этого организма, этого тела, как ты можешь вообще оценить церковь? Это невозможно, это нереально. Только мой орган в теле может по-настоящему оценить работу моего тела. Никто из вас этого не может. Даже врач самый лучший не может по-настоящему оценить работу моего тела. Но каждый орган моего тела знает, как я себя чувствую. Точно так же церковь. Никто, не принадлежащий к церкви, не может дать правильную характеристику и оценку церкви, правильная она или неправильная. Но только тот, который является неотъемлемой частью этого живого организма, тела Христова. Поэтому такие лжеучения легко отвергнуть, друзья. Но есть лжеучения, которые намного искуснее, о которых говорил Иисус. Например, они назывались там ересью вот этих николаитов. Вы знаете, о чем николаиты учили? Посмотрите, Ириней Леонский, один из отцов церкви первой, апологет, богослов второго века. Послушайте, Ириней Леонский, что он пишет в то время, во втором веке, об этом учении? Николаиты учили, что благодать от Бога может получить только согрешающий. Следовательно, то есть, ну, они взяли места Писания из Библии тоже, где написано, чем больше тьма, там, ну, я образно говоря, да, тем больше свет, что надо, что благодать еще больше приходит, чтобы изменить что-то, если там сложности какие-то. Так вот они говорят, что только согрешающий может получить эту благодать. Следовательно, получить, чтобы получить большую благодать, следует больше грешить. И в подтверждение своей истины, вот этой истинной святости, они говорили, что мы по-настоящему святые. Почему? Через нас Бог действует, через нас вот эти чудотворения происходят, исцеления происходят. Они хвастались во втором веке тем, что через их руки исцелялись больные. Чудеса какие-то происходили, больше, чем у апостолов. Понимаете? Они этим козыряли, и они претендовали на то, что их учение правильное. И сегодня, я смотрю, спустя две тысячи лет, как искусно эти лживые духи пытаются прийти в церковь, чтобы узаконить какой-то грех. Друзья, но если вы узакониваете грех в своей жизни, Бог живой, настоящий не может действовать так, как Он хотел бы. Если Он начнет действовать, Он должен убить вас, потому что Он ненавидит грех. Но написано, не медлит Бог исполнением обетований, но долго терпит, не желая, чтобы кто-то погиб, но чтобы каждый исправился, покаялся и принял жизнь настоящую, вечную. Поэтому Бог не медлит, Он мог бы все это решить, Он мог бы сойти своим духом, только кто из нас бы живой остался. Каждый, кто узаконивает в своей жизни грех, не может рассчитывать на живое присутствие живого Бога. Об этом апостол Павел говорит, ребята, вы прикасаетесь к святыне, вы участвуете в хлебопреломлении, в этой вечере, вы прикасаетесь к святому и со своим узаконенным грехом, от этого немало из вас больные. От этого многие умирают, говорит апостол Павел. Это серьезное предупреждение. Но Бог хочет благословить свой народ. Он хочет дополнить свой народ своими благословениями. Он хочет исцелять, Он хочет вести нас по жизни, Он хочет руководить нашей жизнью, но порой Он не может, потому что наша жизнь заполнена какими-то другими идеями, которые просто оправдывают наши желания. Но это о дьяволе, так говорится, послание Евангелия от Иоанна, это слова Иисуса Христа. Восьмой стих, пожалуйста, 43-го стиха, 43-й и 44-й, два стиха. Вот что написано, когда Иисус дает характеристику дьяволу. Евангелие от Иоанна, 8, 43-44. 8, 43-44. И там написано, что когда Он говорит, Он говорит свое. Он лжец, и Он отец всякой лжи. Когда Он говорит, Он говорит свое. Это определение для этих лживых духов. Они говорят свое. Они противостоят Богу живому. Они противостоят истине. Дорогие, мне бы очень хотелось поговорить с вами и сказать о том, как же нам защититься, как же нам противостоять. У меня есть три ценности, имея которые, вы никогда не попадете под власть этого обольщения. Три ценности. И все, что я могу сейчас сделать, исходя из моего времени, это сказать вам эти три ценности. И даст Бог, мы еще вернемся к этому. Первое. Надо быть под властью. Надо быть под властью. Я вам скажу, что все началось на небе. Еще не было никакого греха. Один херувим решил выйти из под власти Божьей. Отсюда все извращение, которое мы видим на земле. Там не было никакого греха. Это первое, с чего все началось. Второе. Бог смотрит на наше отношение к святости. Насколько мы имеем правильное отношение к святости. Правильное отношение к святости, когда мы знаем, что Дух Божий – это Святой Дух. Это чистый Бог. Чистый Дух. Там нет никакого греха. И Писание говорит очень ясно. Евангелие, точнее, первое послание Иоанна, вторая глава, там написано так, что если человек говорит, что он в Боге, но при этом не исполняет Божьи заповеди, то он лжец. Это просто обман. Это лжеучение. Невозможно жить в Боге и грешить. Это не бывает так, друзья. И последнее. Мы не надеемся на то старание, которое имеем, чтобы достичь святости. Но мы полностью уповаем на Божественную благодать. Мы верим, что Бог даст нам Свою благодать. Мы верим, что ни один человек не может справиться со своими грехами или увидеть все правильно. Но мы верим, что Иисус Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола и дать нам Свой свет. Поэтому мы рассчитываем на Его милость, на Его благодать. Итак, видя открытыми глазами, стараясь быть честными, стремясь к святости, мы стараемся исполнить волю Божью, совершенно уповая на подаваемую нам благодать от Бога. Если мы будем держаться в такой позиции, ни один дух лживый, ни один бес не сможет обмануть нас. Аминь. Давайте, дорогие, встанем, чтобы помолиться.